Продолжение следует... 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 Стоимость компании, как мы ее считаем? Вау, супер. То есть количество акций в обращении умножить на рыночную котировку. Чем выше котировка, тем выше капитализация компании. Правильно. Ну, естественно, что если мы инвестируем, нам интересны те компании, которые растут более интересными темпами роста, верно? Ну, потому что мы начинаем зарабатывать. Окей, смотрите, как сильно изменился мир. Вот если мы берем совсем небольшой отрезок, даже вот сколько, 7 лет тому назад, в принципе присутствуют компании, которые в нефтянке работают, в энергетике работают, ну и появляется компания Apple в 2011 год. В 2018 год все компании, которые присутствуют, они вообще имеют большую материальную составляющую? Может быть, запасы нефти, энергии, газа? Нет. То есть получается, что это некий совершенно другой формат, который, собственно говоря, позволяет, ну не просто там зарабатывать инвесторам или акционерам, но он принципиально иной. То есть мир реально меняется, мир изменился. Пришли те компании, которые масштабируемы, которые позволяют очень сильно наращивать свою клиентскую базу и которые, собственно говоря, позволяют очень неплохо зарабатывать на своем бизнесе другим участникам этого процесса, то есть акционерам. Окей, скажите, пожалуйста, а почему же все так на эти компании начинают обращать внимание? Почему все стараются скопировать их бизнес-модели? Почему возникает понятие цифровой бизнес-модели? В чем их уникальность с точки зрения финансов? Вот какая там есть такая хитрая особенность, которая позволяет другим компаниям, ну действительно ориентироваться на них и говорить о том, что вау, это бенчмарки. В чем там фишка? Как вы думаете, выручка на одного сотрудника там больше, чем в традиционных компаниях, как в типа банках? А во сколько раз больше? А то и больше. На самом деле в некоторых компаниях 25 раз, представляете? То есть это речь идет о том, что компания более эффективна, то есть один человек, работающий в этой компании, приносит ей гораздо больше денег, чем для традиционного бизнеса. Хорошая бизнес-модель, да? Окей, а если мы говорим про прибыльность, как вы считаете, эти компании потенциально более прибыльны, чем традиционные компании, которые работают в традиционных отраслях? Верно. У них ниже издержки и больше масштабированность, верно? Ну, соответственно, у них большая ресурсная база, и она не требует определенных материальных затрат. Ну, какой пример можем привести? Если банк, у нас должны быть большие материальные затраты для того, чтобы мы продолжали оставаться банком. В чем они выражены? Что для нас капексы в данном случае? Ну, отделения, банкоматы. Сейчас, безусловно, от них все потихонечку отказываются. А что еще? Инфраструктура, да? То есть мы же должны данные хранить, то есть, соответственно, аккуратно с ними работать, потому что пользователи нам доверяют. Соответственно, получается, что к нам, как к банкам, требований больше. А теперь давайте представим нефтяную компанию или компанию в области энергетики или машиностроения. А там вообще кошмар, какое количество активов требуется, значит, ты же ничего не произведешь. Хорошо. Поговорили о том, что технологичные компании, они более эффективны, потому что у них выручки больше, и они более прибыльны с точки зрения прибыльности, ну, прибыльности, как деятельность там на одного человека. Окей, идем дальше. Еще одна интересная картинка. Обратите, пожалуйста, внимание, как мир принципиально меняется в ретроспективе. Смотрите, если мы говорим про финансовые институты, сколько лет на рынке примерно живет любой банк? Сбербанк, он же большую историю имеет, ну, как Сбербанк. То есть технически история огромная. А технологические компании, они столько же на рынке живут по времени? Нет. То есть это получается в среднем 20-30 лет. То есть нижняя ось – это средний возраст компании, верхняя ось – это средняя рыночная капитализация, ну, как темпы прироста. Вот эти вот шарики, они отражают, насколько эта капитализация прирастает. Теперь смотрите, по банкам рост небольшой, порядка 6% в среднем, да? Торговый бизнес чуть больше, 12% – это компания ритейла, ну, и технологические гиганты – 27%. Вау, это много. Хорошо, вопрос. Опять-таки возвращаемся к цифровой бизнес-модели. Все банки хотят быть более прибыльными, получать больше доход на одного сотрудника, хотят копировать эту бизнес-модель. А почему возникает сейчас такая большая потребность в том, чтобы становиться технологической компанией с точки зрения банка? Какой у нас есть еще один ключевой показатель, очень важный, на который обращают внимание акционеры, кроме капитализации? Скажите, пожалуйста, да? Денежный поток. Так, что еще? А если мы говорим про относительные показатели, что это может быть? Goodwill, нематериальная составляющая, спасибо, молодцы. Но есть еще один показатель. Кто знает про показатель РОЕ? На РОЕ инвесторы и акционеры смотрят, когда принимают решение о покупке ценной бумаги? Чем выше этот показатель, тем вкуснее компания, тем интереснее ее приобрести. Супер. А теперь давайте разложим этот показатель и посмотрим, как он у нас в финансовых институтах работает. Что такое РОЕ? Вспоминаем. Это прибыль, деленная на что? На капитал. Верно? С точки зрения показателя прибыли для банка, что его формирует? ЧПД. Это чистый процентный доход, то, что я получаю от кредитов. Чистый комиссионный доход. Далее. Есть еще затратная составляющая, которую мне нужно учесть. Это стоимость риска. Но когда я кредитую, мне нужно сделать определенное резервирование. То есть это учитывает стоимость риска. И операционные расходы. Ребята, а что у нас с рынком происходит? У нас, наверное, чистый процентный доход будет расти в следующем году и в этом году. Мы будем больше кредитовать. Верно? Не совсем. Рынок становится более конкурентным, жестким. Соответственно, эта составляющая сжимается. Операционные издержки, наверное, у нас будут очень сильно сокращаться. Ну, тоже как-то, наверное, их нужно сокращать, но нельзя сказать, что они будут сильно сокращаться. Может быть, знаменатель дроби будет уменьшаться. Капитал будет становиться меньше? Капитал будет становиться меньше, с вашей точки зрения? Никак нет. Почему? Ну, потому что отрасль зарегулируемая, зарегулированная. Соответственно, требования базы третьего, опять-таки, начинают нам капитал, скорее всего, потенциально увеличивать. Давайте посмотрим, как это все раскладывается. Соответственно, мы должны поддерживать достаточность капитала, потому что если мы хотим наращивать кредитные портфели, а без этого мы все равно никуда не денемся. Мы же должны свою конкурентную позицию как-то отстаивать. Значит, у нас знаменатель будет расти, потому что еще требования недостаточности увеличиваются в 2019 году. Хорошо. Про чистый процентный доход или чистую процентную маржу в двух словах сказали. Она в перспективе будет снижаться, потому что увеличивается конкуренция, ну и хороших заемщиков у нас становится все меньше. Стоимость риска. Ну, здесь зависит от модели, поэтому, наверное, она будет чуть-чуть ниже. Операционные расходы тоже, скорее всего, будут сокращаться. Ну, от отделения отказываемся, переходим в цифровые каналы в большей степени. Расходы на персонал оптимизируются. Но у нас остается еще чисто комиссионный доход. И вот как раз это тот самый параметр, который нам критически важен для того, чтобы банк расширял свою деятельность. Например, становясь не просто банком, а технологической компанией, превращаясь в некую экосистему, предлагая какие-то дополнительные услуги. Соответственно, он позволит немножко скорректировать падение РУЕ в динамике. Поэтому чистый комиссионный доход нам нужен. Ну что же. Есть еще один важный момент, про который стоит упомянуть. Ну, ребят, вы уже все живете в эпоху цифровой, ну как сказать, среды, поэтому, наверное, те два слова, которые я для вас скажу, не будут новыми. Скажите, пожалуйста, что такое цифровой аватар? Не знаете, что такое цифровой аватар? Не верю. А когнитивный помощник? Алисой никто не пользуется. С Алексой никто не разговаривал. Биометрические характеристики никто не сдавал. Да ладно. Ну что же, смотрите еще, что происходит в принципе, наверное, глобально на рынке. Когда мы говорим про модели банков, которые существуют, есть такая терминология, там банк 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. О чем эти модели говорят? Банк 1, 0, 2, 0. Традиционный банкинг. То есть, грубо говоря, есть персонаж, человек, который приходит в отделение к операционисту и совершает какое-то действие или операцию. Получает кредит, размещает депозит, делает что-то еще. То есть, это физическое присутствие. Когда мы говорим про то, что сейчас происходит в мире, то, как мир меняется, то нужен нам сейчас уже человек. Как часто вы оплачиваете платежи с помощью карточки? Поднимите, пожалуйста, руки, кто платит с телефона. Лес рук. Соответственно, карточка нам уже становится не нужна. Но в телефоне у нас есть некий прототип карточки. А когда к мобильнику, соответственно, если это айфоны, лицо, то есть распознавание, по сути, как сказать, подтверждается, что я это я. Так вот, цифровой аватар – это слепок меня, только цифровой. Соответственно, все мои данные, как меня можно оцифровать, все мои биометрические характеристики, лицо, улыбка, палец, который я прикладываю, голос, без этого никак нельзя. То есть, по большому счету, возникает некий образ, который переводится в цифру, который может контактировать с чем-то, а не с кем-то. И вот это что-то – это тот самый когнитивный помощник. Солесы кто-нибудь разговаривал, ребят? Ну, это, наверное, такой простой когнитивный помощник. То есть, по большому счету, эта история только начинается. То есть, там какой-то глубокой такой психологической подосновы пока нет, поэтому она под ваше настроение не подстраивается. То есть, соответственно, она реагирует на то, как есть. Но если мы говорим про более интересные истории, ну, смотрите, например, то, что касается Алексы, уже существует интеграция Алексы с BankOne в Америке, когда ты можешь, разговаривая со своим вот этим помощником, ставить вопрос о том, сколько у тебя денег на счету, соответственно, осуществлять какой-то перевод. И для этого нужна просто твоя идентификация, которая делается по голосу. Ну, и по большому счету, дальше все операции будут совершены. То есть, сейчас получается, что банк уходит в формат некой виртуальности. Технически физического присутствия уже не нужно. Ну, дальше посмотрим, как это время будет меняться. Ну, по большому счету, как быстро мы перешли с карточки платежных к мобильным телефонам? Ну, я не знаю, наверное, год-полтора максимум. То есть, сейчас совершенно другая скорость, и про это тоже очень много и говорили, и будут дальше говорить следующие спикеры. Скорость изменений. Поэтому технически действительно процесс идет очень быстро. Ну, окей. Ребята, а что такое финтех? Можете привести пример любой компании из области финтеха? Спасибо большое. Еще что-нибудь есть? Революк кто-нибудь слышал? Бэнк 24, так называемый. Никто не слышал таких названий? Ну, неважно. Если мы говорим про финтех, это маленький, коротенький стартап, очень быстренький, который начинает точно так же у банка, как у финансового института, забирать какой-то кусочек процесса, продукта, чего-то еще, и, собственно говоря, на этом делать денежку. Ну, вот смотрите. То есть, если в крупную клетку представить банк, как он работает, есть розничные клиенты, корпоративные клиенты. Дальше интерфейс взаимодействия. Что у нас может быть? Отделение, телефоны, то, что касается мобильного способа взаимодействия, как точка входа, мультиканалы. Дальше мы предлагаем какой-то продукт, ну и, соответственно, за всем этим стоит та самая затратная капиталоемкая инфраструктура, про которую мы говорили. Если финтех-компания входит на этот рынок, что она делает? Она ищет сегмент клиентов, которым нужен какое-то определенное, какое-то определенное решение, позволяющее им что-то делать очень быстро. И, соответственно, предлагает это решение, максимально удобное с точки зрения интерфейса, максимально полезное для любого пользователя, незаменимое и, по сути, очень сложно воспроизводимое на первой точке входа, как это сделала революция с мультивалютными счетами, и ровно в эту точку бьет. Что дальше происходит с клиентами? Они же начинают перетекать, им же становится удобнее пользоваться этим продуктом, верно? Что у банка происходит? Он теряет клиентскую базу? А как потеряв клиентскую базу, он что еще теряет? Как минимум выручку, прибыль и так далее. То есть, соответственно, любой отток клиентов — это по большому счету финансовые потери. Поэтому здесь финтеховские компании, они действительно очень опасны, они бьют в определенные точки и забирают рынок. Ну что ж, ребят, теперь, наверное, нам нужно поговорить все-таки о том, как это все устроено с точки зрения формата взаимодействия, почему экосистема и платформа так интересны. Поэтому кратко подводим итог. Итак, о чем мы с вами сейчас говорили? Ну, первый момент. То, что касается технологических компаний, мы обратили внимание на то, что они большие. Сейчас, в 2018 году, по капитализации превосходят традиционные отрасли. Они генерят очень большой доход на одного сотрудника и, соответственно, интересны с точки зрения модели для финансовых институтов, потому что это доходная модель, она интересная. Далее. Мы проговорили о том, что есть ряд показателей, которые нужны для анализа. Упоминали три. Первый показатель — капитализация. Потом мы обращали внимание на темпы роста или прироста, допустим, то, что касается котировок или то, что касается капитализации. Это когда на шарики смотрели. И поговорили про показатель РУЕ. Соответственно, дальше мы сказали, что банки тоже очень сильно меняются. И если мы говорим про традиционную модель бэнкинга, банк 1, 2, 3, 4, 0. Вот 4, 0 — это будущее, которое, по большому счету, упирается, ну не то, что которое упирается, просто две основные категории, которые можно это будущее описать. Это цифровой аватар, ну то есть мы все оцифрованы полностью вплоть до наших эмоций, и когнитивный помощник. Ну и дальше мы немножко затронули вопрос финтехов, какую точку они бьют, и почему, собственно говоря, финтех-компании действительно настолько опасны для банков с точки зрения того, что они забирают рынок, с точки зрения того, что они забирают определенное количество пользователей, и, соответственно, как следствие, финансовые институты теряют доходность и прибыльность. Окей. Теперь давайте все-таки посмотрим, за счет чего они все это делают. Поговорим немного о бизнес-моделях. Итак, переходим, ребята, ко второй части платформы экосистемы. Но чтобы завершить первую, позвольте сейчас очень краткий такой бриф. Есть ли у вас какие-то вопросы? Будьте добры. Нам нужен только микрофон. Добрый день. Спасибо большое за первую часть лекции. Меня зовут Юрий. Хотел бы задать такой вопрос. Совсем недавно, буквально за 2018 год, перечел много статей по поведенческой экономике. И там, в частности, английские исследователи проводят исследование, извиняюсь за тавтологию, как раз об угрозе финтеха. И приходят к выводам, что на данный момент, вот сейчас, на 2018-2019 год, угроза финтеха существует, но она не так высока, как раз потому, что есть такой фактор у банков, как репутация. И клиент консервативный по большей части не идет к финтеху за услугами по причине того, что они не понимают, что это такое. И у них еще не сформировалась на данный момент такая репутация, как у крупных известных игроков. Вот, что вы думаете по этому поводу? И хотел бы ваш комментарий услышать. Благодарю вас за такой очень хороший вопрос. Вы абсолютно правы. Действительно, сейчас банки, в первую очередь, обладают двумя конкурентными преимуществами. И вы совершенно справедливо сказали, что одно из них, это называется, ну, давайте его назовем так, доверие. А второе, это работа с данными, то есть защита информации. И все данные опросов показывают о том, что большая часть людей, которые пользуются услугами, в данном случае 56% будет склоняться к тому, что банкам больше доверяют. И порядка 62% по последним опросам говорят о том, что банки более четко работают с данными, то есть невозможно эти данные убрать, тиражировать и так далее. И вы совершенно правы. Это два основных преимущества, конкурентных преимуществ сейчас банков перед финтехами, с точки зрения того, что банкам будет больше доверия. Но откуда это сформировалось, ребят? Помните вот этот большой график, который мы смотрели на втором слайде из серии «Долгая история», то есть когда банк существует, там 150, 160 лет, 170 лет, это вот средний срок жизни больших банков. Вот отсюда идет доверие. Но есть еще и другая закономерность, и почему она действительно волнительна, и почему у нее сейчас обращают внимание. Мы сейчас говорим про ближайшие два года. Но если взять ближайшие 5-6 лет, картинка уже может быть совершенно иной. Почему? Ну, во-первых, вы — это другое поколение, которое смотрит уже, наверное, на вопросы доверия и работы с данными, критично, абсолютно точно, но все же немножко не так, как более ранние поколения. Поэтому сейчас эти проценты начинают меняться. И угрозу представляет как раз-таки тренд. То есть если, например, года 4 назад про банку доверия практически 90%, а кто такие финтехи? Их вообще не существовало. Дальше, обратите внимание, проходит 4 года, и вот эти 90% уже превращаются в 64%. А что будет дальше? Поэтому здесь, наверное, вопрос в том, как закрепить вот эти элементы, которые сейчас дают определенное конкурентное преимущество, и, собственно говоря, с этими элементами работать, их усиливать, и тогда действительно угроза финтеха, она есть, и она будет всегда, но тем не менее ее можно нивелировать. Благодарю вас за вопрос. Будьте добры. Добрый день. Зовут меня Марина Пак из Нижегородской вышки. И вопрос такой. Очень приятно. С учетом того, какую долю занимает Сбербанк на рынке, почему бы тогда Сбербанку просто не воспользоваться там с делками M&A, почему бы не поклотить быстро растущую финтех компанию, ведь это для вас, получается, и технологии, и кадры. Благодарю вас за вопрос. Может, таким образом можно как-то нивелировать эффект от такого быстрого роста финтех компаний. Спасибо большое за вопрос. Ну, ответ, наверное, будет следующий. Всего у нас есть 4 стратегии работы. Первая стратегия. Мы кого-то поглощаем, покупаем, интегрируем в себя. Вторая стратегия. Мы создаем лабораторию, которая работает над созданием подобного же решения, исследуя ту базу, которая у нас есть, и точечно бьет в эту выборку. Для этого не обязательно поглощать. То есть можно поступить и таким образом. Третий вариант. Организовать какое-то партнерство, которое позволяет получать определенные преференции. Наверняка есть еще четвертый, пятый, шестой, седьмой вариант. Поэтому здесь бы я сказала так. Если мы говорим про Сбербанк, то мы используем все возможности, которые есть, но в первую очередь мы стараемся у себя внутри сделать не то, что то же самое, а лучше, чем то, что предлагается, и интегрировать это в наши процессы, и, соответственно, предложить максимально эффективное решение. Но точно так же мы используем и другие способы, которые позволяют нам стать лучше и больше. Если мы говорим про любой западный банк, например, BBVA, стратегия та же самая. Тут есть один нюанс. Когда вы поглощаете финтех, ребят, вы поглощаете кого? Команду, которая за этим стоит, технологию, еще что-то? Все вместе. Команду, клиентскую базу, благодарю вас. Здесь возникает вопрос, а нужна ли… Клиентская база нужна всегда? Поэтому я имела в виду немножко другой акцент этого вопроса. Если у нас у самих есть большая клиентская база, почему бы с ней не поработать, не сделать ее еще больше, предложив еще что-то, верно? То есть это вопрос масштабов и объемов. А то, что касается сделок поглощения, есть еще один риск. Ребят, там же еще одна интересная и уникальная особенность. Финтех, он по большому счету… Имеет ли какую-то такую мощную инфраструктуру? Неа. То есть получается, что они просто имеют идею, которую они реализовали. Ну-ка давайте вспомним, Инстаграм, все пользуемся? На момент приобретения Фейсбуком, Инстаграм, сколько там человек работал и за какие деньги купили эту компанию? Так, 45 человек. Ну, тут данные колеблются, на самом деле, в разных источниках информации от 14 до 45. То есть вот там вот больше цифры не называются. А за сколько купили? Вспоминаем. Нет, миллиард ближе. Миллиард чего? Долларов, евро, рублей? Ну, где-то миллиарда полтора. То есть там от миллиарда до полутора миллиарда в зависимости от того, как структурировалась сделка, сколько было кэшем, сколько было акциями. Соответственно, смотрите, какая интересная история. Идея, которая по большому счету, ну, как имела под собой основание идеи, но не имея определенной материальной составляющей и ресурсная база из, ну, давайте по максимуму, 45 человек, в итоге стоила полтора миллиарда. Красиво? Это большие сделки, это большая стоимость. Вопрос, может быть, что-то свое придумать, которое, собственно говоря, будет давать такой же эффект и давать такую же хорошую клиентскую базу. Поэтому, если подытоживать, то каждый будет выбирать стратегию, где-то покупать, где-то партнерство, где-то делать самостоятельно. Вот ровно по этой стратегии идет Сбербанк. Благодарю вас за вопрос. Ребята, еще какие-то вопросы? Спасибо. Переходим к экосистемам. Ну что же, сначала нам нужно разобраться, что такое платформа и что такое экосистема. Что такое платформа с вашей точки зрения? Как вы это понимаете? Если мы говорим про R&B и про Uber, которые мы, соответственно, упомянули немножко раньше, с вашей точки зрения это платформа или экосистема? В первую очередь платформа. Что она позволяет нам сделать? Благодарю вас. Или так, между любым человеком и, соответственно, любым контрагентом, который предоставит услугу. Если мы говорим про гостиничный сервис R&B, R&B, то, соответственно, есть поставщик объектов, в данном случае это владельцы квартиры или апартаментов, и пользователь. Это мы с вами путешественники, которые хотим получать некие эмоции, находясь там в определенной точке мира. Если мы говорим про Uber, принцип такой же. Есть мы, потому что нам необходима услуга перемещения из одной точки в другую точку. И есть, соответственно, контрагенты в виде водителей такси, которые эту услугу нам предоставляют. А платформа выступает неким агрегатором, который помогает нам, как пользователю, во-первых, сделать этот выбор, ну, во-первых, понимать, что такая возможность у нас есть, во-вторых, сделать этот выбор, ну, и в-третьих, соответственно, обеспечить определенное качество услуг и сервиса. То есть точно так же платформа, по большому счету, должна проверять своих поставщиков услуги для того, чтобы это качество было максимальным, ну, и обращать внимание на клиентов, чтобы они тоже вели себя прилично. Хорошо. А чем же платформа отличается от экосистемы, ребят? Примеры экосистемы можете назвать? Apple — это экосистема? Amazon — это экосистема? Да. А что получается? Почему экосистему, которую мы сейчас называем, вот я не могу назвать Amazon в полном смысле платформой? Что глобальнее, экосистема или платформа? Потому что она может состоять из нескольких платформ, потому что цель экосистемы — это предложение огромного количества продуктовой линейки, которая предлагает дополнительную ценность. То есть это может быть набор продуктов, сервисов, там основные комплементарные. Основное — это ключевой продукт, комплементарный — это дополнительно к нему. Который предлагается несколькими контрагентами, представленные в этой экосистеме для повышения ценности клиентского предложения. То есть, грубо говоря, это некая более глобальная история. Хорошо. Если мы попробуем вот в такой системе координат все это прорисовать, по большому счету это то, что мы сейчас с вами обсуждали. То есть есть потребители, есть поставщики, дальше формируются некие продукты и формируется обратная связь по продуктам. Скажите, пожалуйста, почему настолько значима и важна вот эта ремарка по поводу обратной связи по основному и комплементарным продуктам? Что мне дает обратная связь? И делать его еще более идеальным. То есть это постоянная доработка продукта, постоянное улучшение, постоянное усложнение, может быть, в каком-то смысле или упрощение. Но главное, чтобы для пользователя это было максимально комфортно. Соответственно, почему вся эта история летает? Вот почему, допустим, мы обсуждаем R&B&B. Еще раз напомним, что это такое. То есть это некий сервис, который позволяет вам выбрать любую точку, любую локацию и, соответственно, найти максимально комфортный для вас объект для размещения. Почему эта история получила такое глобальное распространение? И сейчас, если сравнивать с гостиничными сетями, гостиничным бизнесом, она является таким вот бенчмарком для всех гостиниц из серии, как нужно работать и вообще, как нужно выстраивать свой бизнес. В чем здесь особенность? У меня есть какая-то затратная составляющая глобальная? Нет. Но получается, что для того, чтобы запустить гостиничный бизнес, если бы каждый из нас с вами начал делать эту историю, нам бы понадобились что? Капексы и время. Ну, потому что построить любую гостиницу, это как минимум года 2,5-3, чтобы ее запустить. Верно? Здесь у меня нужны капексы на то, чтобы строить что-то? Нет. Окей. Дальше. Если я строю гостиницу, я же ведь ее физически привязываю к определенному месту, то есть я ее построила в определенной локации, а здесь у меня существует привязка объектов к определенной точечной локации? Ну, нет. То есть у меня объекты могут находиться в бесконечном количестве мест, ну, не то, что бесконечно, оно ограничено параметрами земного шара и доступностью интернета, безусловно. Но, тем не менее, у меня нет локации, привязанной к одной точке, как в гостинице это существует. То есть я могу выбрать то место, которое мне максимально комфортно. Хорошо. Если мы говорим про потребителей, то есть нас с вами, по отношению к масштабированности, вот давайте глобально посмотрим на эту ситуацию, может ли быть клиентом компании R&B каждый житель земли? Да. А с точки зрения гостиничного фонда здесь есть какое-то ограничение? Ну, его емкость как минимум. То есть получается, что если здесь у меня предложение помещений будет расти и количество населения земного шара или какая-то часть может этим пользоваться, то у меня, ну, не то, что неограниченный объем, то есть у меня очень большая масштабированность, очень большой эффект. Соответственно, это влияет на мою выручку? Конечно. В данном случае получается, что чем большее количество пользователей будет вовлечено в эту систему, тем большее количество выручки я буду получать. То есть технически у меня не существует ресурсных ограничений, которые есть у традиционного бизнеса. А с точки зрения конкуренции, как эта компания, я конкурент традиционному бизнесу? Конечно, конкурент. А что я у них забираю? Я забираю долю на рынке, а долю на рынке я забираю тем, что я забираю людей, они начинают больше пользоваться моими услугами, и, соответственно, выручку, как следствие. Потому что забрав человека, я заберу те деньги, которые этот человек им бы принес. Ну что же, вы наверняка немножко видели вот такую визуализацию канвы, бизнес-модели. Ребята сталкивались с такой историей? Соответственно, здесь я просто для вас этот слайд оставлю. Его можно будет потом, после вот этой лекции, разобрать, посмотреть, обратить на него внимание. Но, опять-таки, здесь для вас ничего нового нет, если вы такую бизнес-модель для себя прорисовывали. Но просто еще раз хочу обратить внимание, что ключевое — это, соответственно, ту услугу, которую мы предлагаем, те покупатели, которые у нас эту услугу берут, и наши ключевые ресурсы, которые формируют непосредственно эту услугу. То есть ценность, ресурсы и покупателя. Но и по поводу бизнес-модели, коллега сказала абсолютно правильно, как посредник мы за счет чего зарабатываем в будущей компании Airbnb? Комиссия. Удобный бизнес, да? То есть я, соответственно, даю площадку, платформу для размещения информации, дальше сижу на комиссии. Почему нет? Дальше только масштабироваться. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а какие-то изменения, если вы пользовались этим сервисом, за последний год начинают происходить? Что компания начинает делать, помимо традиционных услуг по аренде апартаментов или квартир или помещений? Что они начинают делать сейчас еще? Простите, не слышу. Нет. Это не совсем большой кусок их бизнеса. Обратите внимание на новое направление. Так называемая экономика впечатления или просто впечатления. То есть они начинают сейчас продвигать сервис. Когда вы находитесь в определенной точке, то вы можете еще пользоваться дополнительными услугами, чтобы глубже погрузиться в это место, узнать что-то новое и так далее. То есть они начинают обрастать дополнительными сервисами, которые позволяют нам с вами, как пользователям услуги по аренде помещений, получать дополнительное что-то еще. Такая же бизнес-модель с точки зрения платформы, которая сводит поставщиков и покупателей, в данном случае услуги аренды такси, чтобы добраться из одной точки до другой, компания Uber. То есть здесь в принципе бизнес-модель выстроена по логике так же. В основе лежит цифровая составляющая, которая позволяет не ограничивать предложения локальным рынком. То есть в каждой местности, в каждом городе, в каждой стране может появляться свое отделение, потому что есть определенные законодательные ограничения или законодательство, которое накладывает правила и регламенты на данный сервис, и соответственно точно так же компания начинает расти и масштабироваться. Ну окей, ребят, про платформу мы немного поговорили. То есть суть, которая лежит в платформе, она в принципе проста. Я хотела бы теперь затронуть более глобальную историю этой компании Amazon. Скажите, пожалуйста, из общих знаний, что из себя представляет эта компания, что вы о ней знаете? Онлайн-ретейлер. Вопрос. У вас у всех мобильники? У нас сейчас работает интернет в этой аудитории? Проводим маленький эксперимент. Мы же с вами цифровое общество, цифровая культура и так далее. Давайте ровно 8 минут до 11.30 делаем две вещи. Находим в Википедии страничку компании Amazon, просто что такое Amazon, да? И читаем очень быстро информацию о компании. 8 минут хватит? Супер. Ребята, отвечаем только на три вопроса. Первый вопрос. В каком году компания была создана? И посмотрите. Спасибо. Сразу же следующее через запятую. Когда они получили свою первую прибыль? Раз. Второй вопрос. Какие наиболее интересные решения или продукты этой компании? Давайте мы сфокусируемся только на трех. Первое – это Marketplace. Второе – это Amazon Prime. И третье – давайте про Kindle поговорим. Не будем пока про Эхо говорить. Посмотрите, что в Википедии по поводу этих решений написано. В чем их ценность? Потому что в основе этих историй и многие бизнес-компании берут данные идеи и у себя интегрируют. Ну что же, время пошло. Ровно в 11.30 начинаем обсуждать компанию. Продолжение следует... 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 Ребята, еще 4 минуты осталось... Продолжение следует... 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 Так, ну что, ребята, начинаем обсуждать. Готовы? Кто у нас Джефф Безос сейчас в зале? Кто готов немножко поговорить? За каким столом? Третий, пятнадцатый сидит, он девятый, первый. Ребят, кто Джефф Безос? Поднимите руки. Окей, третий стол. Итак, команда Джеффа Безоса, которая, собственно говоря, создает некий стартап. В каком году компания была создана? В 94-м. Спасибо, Джефф. Вы точны, как никогда, но иногда в информации будут разные противоречивые точки зрения. Там 94-й, 96-й. Ничего страшного. Просто это момент регистрации компании и момент непосредственно запуска бизнеса. На чем вы специализировались? Верно. То есть у вас, соответственно, был интернет-портал, который, собственно говоря, представлял собой некую площадку по продаже книг. То есть это та точка, в которой вы начали делать. Ну, кстати, небольшая ремарка. Сколько вы сейчас стоите? Какая у вас капитализация? 810 на слайде. Вы сделали презентацию, показываете нам всем. Супер. Если со Сбербанком сравнивать, больше, меньше, как вы себя чувствуете? Ну, мы больше в Сбербанке, примерно в 20, если не ошибаюсь. Ну, не в 20, 12. Зачем у нас так? У нас 65. Хорошо. Джефф, а вот показатель ПКЕ, 111, это что такое? Да. Да, да. Крутый. Ну, в данном случае, о чем нам этот показатель говорит, мы немножко, когда рассказывали про показатели, так в сторону от него отошли. Но смысл данного показателя, это капитализация к прибыли. То есть, грубо говоря, чем он больше, ну, вот 111, это значит компания стоит 111 прибылей годовых. То есть 111 прибылей годовых, это 111 лет, да, даже биохакинг нам не поможет. Но Джефф, он же стратег, то есть он понимает, что у него сейчас рентабельность пока 3,7%, правильно, по прибыли, то есть она не очень большая. Да, все верно. Спасибо большое. То есть как только он начнет ее наращивать, показатели начнут корректироваться. Ну, для справки, если брать там, допустим, торговые компании или банки, безусловно, ну, у банков это где-то около 9, у Сбербанка там 8,7, в зависимости от того, какую я величину возьму, среднюю или годовую. Но хорошо. Итак, сейчас компания Amazon – это экосистема, которая включает в себя ряд продуктовых линеек. Но, как мы говорили, она началась с точки сайта по продаже книг. Джефф, а не могли бы вы нам рассказать, вот у вас такая замечательная идея была 2002 года, marketplace. Вот ваша команда, когда эту идею создавала, это что такое было? Почему это было очень важно, значимо, интересно? Ну, мы хотели провести, точнее, это был marketplace с продажей товаров, которые необходимы всем людям. Это были книги, это были MP3 и так далее. Ну, то есть вы помимо книг уже начинаете уходить в другие сегменты и, по сути, выступаете в виде некой платформы, которая позволяет другим продавцам размещать дополнительный контент. Техническая команда вашей коллеги, директора департаментов, которые помогали вам развивать эту идею, 9-й, 12-й стол. Ребята, подскажите, пожалуйста, вот когда вы эту идею начали делать, в чем для вас была ценность? Вот какую дополнительную историю вы создавали с точки зрения цифровой компании? Так, технические директора, как обычно, скромны. Кто готов подключаться из других департаментов и дивизионов? Возможно, маркетинг поможет. Джефф, ну, может быть, вы что-нибудь скажете еще? Ну, смотря что вы хотите услышать. Вот вы политик. Ну что же, тогда позвольте я от лица человека, который, в принципе, немножко в эту историю погружался, задам контент, а потом, соответственно, опять вернемся к нашей дискуссии. Когда вы создавали Marketplace, вы использовали потрясающую историю. То есть, с одной стороны, вы сказали всем, что вы можете купить у нас продукты максимально качественно и максимально дешево. То есть Marketplace, он позволял выбирать наиболее конкурентоспособное предложение. Как пользователю мне это дико удобно, и, соответственно, когда я смотрю на варианты предложений, которые мне дают другие поставщики, конечно, я выберу самое лучшее. Но у вас была еще одна интересная хитрая история. Вы же исторически начали с книг. Вы не понимали бизнес-модели продажи других товаров. Соответственно, когда вы дали доступ Marketplace другим продавцам, вы, по большому счету, получили уникальный ресурс. Скажите, пожалуйста, с точки зрения анализа данных, анализа информации данные по пользователям для вас всегда доступны, верно? То есть вы можете анализировать, выстраивать продуктовое предложение для пользователя, предлагая наиболее интересующие, интересные для него товары, но вы точно так же стали собирать данные и информацию от поставщиков. И если бизнес-модель определенного поставщика была успешна и помогала ему очень эффективно продавать, например, украшения или детские товары, детские игрушки, то вы, по большому счету, могли ее копировать. Да, это, наверное, с точки зрения конкуренции, ну, не совсем такое белое и пушистое правило, поэтому вы входили в партнерство, но точно так же в какой-то момент времени у вас было много судебных исков, потому что кому он нравится, когда у вас бизнес технически идет, и вдруг такая большая крупная компания, как Amazon, на площадке которой вы размещаете, начинает ваш бизнес немножко копировать. Но тем не менее, ребят, когда мы говорим про Marketplace, не забывайте, пожалуйста, что информация всегда собирается с двух сторон. Первая сторона, ты получаешь данные о пользователе, и, соответственно, ты можешь эти данные о его предпочтениях, о том, какие покупки он совершает, кто он, что он из себя представляет. Помимо этих данных у вас еще есть данные о поставщиках, и вы точно так же можете с ними работать. Поэтому история Marketplace, она действительно очень важна, нужна и интересна. Ну и самое главное, когда мы говорили с вами про сервисы Airbnb и про Uber, они позже появились, чем компания Amazon? Намного. Ну, нельзя сказать, что очень намного, потому что здесь временные рамки, они очень размыты, но тем не менее они появились позже, и, по сути, они стали копировать идеи для того, чтобы масштабироваться в том числе. Хорошо. Дальше у вас возникает история Amazon Prime. А что это за история? Почему она так важна для рынка? И в чем ее ценность? Можете нам в двух словах рассказать, что она из себя представляет? Ваш партнер. Очень приятно. Как обычно, отдуваться генеральному директору компании. Ну, так всегда. Amazon Prime? Да. Что это такое за история? Это сервис подписок, который предоставляет услуги, ну, какие-то дополнительные услуги, основные, и видеосервис, кажется, музыкальный сервис, ну и так далее. Ну, то есть это плата за внедрение в экосистему получилась. Ну, по большому счету, вы меня к себе привязали как покупателя, потому что вы дали мне самое лучшее. Во-первых, я у вас плачу абонентскую плату, то есть это же не может быть бесплатной услугой, да, быть привилегированным клиентом. Но при этом я получаю доступ к огромному количеству дополнительных опций. Например, дрон привозит мне посылку в тот же день и в тот же час, когда я хочу. Я получаю доступ к стриминговым сервисам, например, и могу смотреть видеоконтент, который мне необходим. Я могу слушать аудиофайлы, музыкальные файлы, книги. Опять-таки в том количестве, в котором у меня это есть в подписке. То есть я являюсь вашим привилегированным клиентом. По большому счету, вы меня к себе привязали. То есть вы мне дали ценность. Не то, что вы мне дали ценность, вы для меня сделали эту ценность максимальной. И я к вам привыкла. То есть мне очень сложно от вас отказаться. Но вы хитрецы. По большому счету, вы понимаете, что я вам плачу определенную абонентскую плату. И, соответственно, периодически вы эту абонентскую плату чуть-чуть увеличиваете, как это было сделано в прошлом году, для того, чтобы сделать ваш сервис чуть-чуть более прибыльным. То есть, ребята, обратите внимание еще на вторую историю. Помимо клиентской лояльности, которая есть, в той ситуации, в которой я описала. Потому что, являясь пользователем данного сервиса, я действительно со временем становлюсь очень лояльным, потому что я такой определенный веб-клиент. В данном случае бизнес-модель предусматривает еще вот этот заработок по подписке. И технически для того, чтобы улучшить финансовые показатели, что я делаю с точки зрения стоимости подписки? Я ее увеличиваю. То же самое, что сделала компания Netflix в прошлом году или в начале этого года. Они примерно на 11 или 17 процентов, точную цифру я назову, потому что по разным регионам она была разной, увеличили стоимость своей подписки. Соответственно, как только… Это тоже один из таких способов улучшения финансовых показателей. Но в данном случае мы понимаем, что отток клиентской базы, если пользователь максимально лоялен, он все-таки большим и существенным не будет. То есть в конечном счете компания выиграет. Хорошо, ребята, ну и, например, сейчас, чтобы поговорить о другом ключевом продукте, который очень интересен с точки зрения бизнес-логики, я прошу вас рассказать о том, что такое Kindle и вообще сервис по электронным книгам, почему такой интересный, значимый и важный. Какая там есть определенная фишка, кроме того, что вы можете читать книгу в электронном формате? Кто готов рассказать про Kindle? Команда Джеффа. Ну где же наши маркетологи? Где те ребята, которые генерировали идеи? Почему приходится только третьему столу отдувать? Спасибо большое. Уважаемый директор департамента маркетинга, 15-й стол, вам слово. Как я правильно понимаю, Kindle позволяет не только читать книги, но и подключаться к интернету и смотреть, то есть заходить в браузер и, собственно, заказывать вещи с Амазона благодаря устройству с Амазон. И у нас были идеи насчет того, что сделать не только это, но и таким образом мы можем собирать дополнительные данные. То есть пользователи, которые покупают Kindle, во-первых, они демонстрируют свою лояльность к нам, а во-вторых, также их можно разбивать на таргет-группы по тем товарам, которые они покупают. Благодарю вас. Ну как обычно маркетологи, они очень педантично, детальные и по существу глубоко прокапывают. И у вас было еще две фишки. Изначально, когда вы этот сервис запускали, вы же понимали, что мы отказываемся от бумаги. Верно? И плюс еще, какие затраты мы кастомизируем? Чтобы книгу до конечного пользователя верно, логистически. Если вы сейчас зайдете на сайт Амазонки, вы увидите, что разница между бумажной и электронной книгой очень существенна. Она действительно очень маленькая. То есть в зависимости от книги там есть, безусловно, скидки, но тем не менее. То есть получается, что когда я не несу затраты на логистику, я ведь продолжаю получать те же деньги, которые я бы получала с точки зрения продажи книг. Верно? И второй момент. Когда этот сервис был введен, помимо очевидных кастомизаций, есть еще одна очень важная история. Скажите, пожалуйста, вот при таком подходе, какое звено исключается из цепочки, ну как бы это сказать, создания книги и получение книги в руки покупателя. Кто уходит? Кто становится ненужным? Посредник в виде издательства. Смотрите, как красиво. То есть если я предлагаю Стивену Кингу напечатать и разместить электронную книгу у меня на сайте, соответственно, он может получить, ну я же Амазон, я же должна с него заработать, поэтому, наверное, я ему 70% отдам, а 30% с этой книги я положу себе в карман. Ну то есть я начинаю выполнять вот эту функцию издателя условно, но при этом издательство мне уже не нужно, и издатель тоже не нужен. Соответственно, обратите внимание, что сейчас таких публикаций на Амазонке становится все больше и больше. Появляются электронные книги, которые размещаются физическими лицами, и, соответственно, и для них, и для Амазон это определенный источник дохода. Но, честно говоря, я пока не видела, чтобы какие-то знаковые фамилии публиковали книги вот таким образом в электронном виде. Но, тем не менее, сама идея исключить посредника, она очень хороша, и в данном случае она очень сильно кастомизирует. Ну что же, команда, по большому счету вы пошли дальше. То есть после Кинлайта 2009 год вы создали огромное количество других продуктов, продуктовых предложений, сервисов, которые, собственно говоря, сделали Амазон той компанией, которую мы сейчас знаем. А в каком году вы стали прибыльными? Нет, и не первым точно. То есть, если уж так по-честному, совсем прибыльными вы стали в 2004 году, но первую квартальную прибыль абсолютно точно вы получили в 2002 году, в первом квартале, если не ошибаюсь. Смотрите, как интересно. В 1994, ну, в 1996 вы были созданы, и первую прибыль вы получаете спустя сколько лет? Ну, примерно 8 лет, да? То есть ваши вложения должны были показать свою эффективность, и, собственно говоря, начали окупаться вот в течение такого отрезка времени. И, ребята, если вы обратите внимание на все технологичные компании, вы увидите, что по большому счету такая же история была абсолютно у всех. Facebook, когда выходили на IPO, были прибыльными? Нет, они были сильно убыточными. Может быть, Google, когда выходил на IPO, был прибыльным? Ну, тоже, честно говоря, не очень. А теперь вопрос. А как же компания убыточно до этого времени жила? Что она этакого делала для того, чтобы продолжать существовать на убыточных компаниях? Что, извините? Привлекала инвесторов. Привлекала инвесторов, верно. В каком году вы выходите на IPO Amazon? Верно. То есть вы очень рано начинаете выходить на IPO. Вас начинают верить. Второй момент. Торговых компаний. Какой еще есть определенный ресурс, который позволяет жить? Вы мне про денежный поток говорили. Какая часть этого денежного потока важна для торгового бизнеса? Оборотный капитал. Так? Оборотный капитал может быть немножко убыточным? Отрицательным? Может быть отрицательным оборотный капитал. В каком случае? Когда я чуть-чуть перекредитую за счет поставщиков, верно? Опять-таки не очень хорошо, но это помогает выживать всем торговым компаниям. Соответственно, вы сделали три очень мудрые вещи. Во-первых, вы как можно раньше заявили о себе на рынке, поэтому вышли на IPO. И на IPO вышли очень рано. Во-вторых, вы очень грамотно работали с инвесторами. И в вас стали верить. Вас кредитовали банки, но потом публичная компания, почему бы не покредитовать? Вас верили на первые точки. Ну, с венчурными фондами вы не особо активно работали, если уж так честно. Но, тем не менее, вы занимались дополнительным привлечением. Ну, и вы достаточно легко управляли своим оборотным капиталом. Который у вас был очень долгое время отрицательным. Но, тем не менее, это помогало вам не просто выжить, но и добиваться тех результатов по развитию компании, которыми, собственно говоря, мы сейчас видим. Хорошо. А что такое Amazon сейчас? Помимо Алекса, какую сделку вы сделали в прошлом году? Очень важную сделку. В какой рынок вы вышли? Большое спасибо, команда. А то, что касается этой сделки. Почему для вас эта сделка была важной и значимой для рынка? То есть вы из оффлайн выходите в онлайн, новый продуктовый рынок. И что еще? Хорошо. Оффлайн переходит в онлайн и новый продуктовый рынок. Да. Но причем вы же не просто продуктовый рынок берете. Вы берете продуктовый рынок достаточно такого, премиум класса. То есть это же компания, которая исторически специализируется на определенных видах здорового питания. То есть вы идете с большим заделом. Скорее всего, вы, конечно, биохайкингом не увлекаетесь, но тем не менее вы как раз-таки уходите в тему вот этого долгожительства, здоровья, долголетия и все, что с этим связано. Но окей. Наверное, все ваши действия должны каким-то образом получать отражение на каком показателе, о котором мы сказали в самом начале лекции? На динамике роста капитализации или просто на капитализации? Давайте посмотрим. Смотрите, до 2008 года. Ну, нельзя сказать, что вы очень сильно росли. То есть в этот момент вы как раз развиваете онлайн-магазин книг, у вас маркетплейсы, о которых мы говорили, киндл. И вот дальше у вас начинается с 2009 года, когда вы уже переходите в дополнительные контенты, другие дни сетовара, рост капитализации, и потом резкий скачок с 2014 года по 2018 год, когда вы уже приходите к онлайн-помощнику системы интеллектуального дома Алекса. То есть рынок уже на этой точке в вас верит, начинает, соответственно, определенным образом реагировать, что мы видим на кривой котировок, то есть, соответственно, роста стоимости одной акции. Но надо сказать, что если бы вы в 2013 году приобрели акцию, то заработали бы весьма неплохо, потому что точка входа была где-то 370, а вот на пике можно было выйти и по 2000. Это какая годовая доходность? Сколько процентов в год в среднем? Ну да, абсолютно точно. Вообще ни один депозит столько не даст. Ну насчет биткоинов не знаю. Надеюсь, что никто из вас в эти игры не играл и не инвестировал, но тем не менее действительно доходность очень высокая. Ну что, ребята, подводим итоги кейса, который мы с вами разобрали. Большое спасибо уважаемой команде и, соответственно, всем членам этой большой команды, которые добавляли очень важные ремарки. Итак, почему для нас компания эта интересна и важна? Ну, во-первых, мы только что проговорили о том, как они выстраивали определенную продуктовую цепочку и выстраивали экосистему и становились той компанией Amazon, которую мы сейчас знаем. В чем история компании, в чем определенные фишки с точки зрения цифровой бизнес-модели? Ну, во-первых, мы сейчас затронули только три продукта, но это последовательная история от ключевого продукта магазина продажи книг, переход к определенным комплементарным дополнениям или комплементарным продуктам, которые, соответственно, сейчас у компании есть. Это продукты быстрой доставки, допустим, технологии умного дома и так далее. Следующий момент. Безусловно, самая важная и значимая фишка, которую сейчас используют абсолютно все компании, это внедрение эффективных программ лояльности. Когда мы сейчас поговорили про, соответственно, Amazon Prime. С одной стороны, еще раз подчеркну, для нас с вами, как владельцев бизнеса, это определенный постоянный источник дохода, а с другой стороны, ну, с точки зрения пользователя, я лояльный пользователь. То есть я продолжаю пооставаться верным и преданным пользователем экосистемы компании Amazon. Далее. Нельзя сказать, что у нас высокая маржинальность. Если вы будете анализировать отчеты компании, вы увидите, что по валовой марже где-то 37%, но потом есть определенный котел, который называется словом капексы. И уже когда корректировка идет на капексы, то маржа остается где-то 3,7%. Поэтому маржинальность довольно низкая, но тем не менее, за счет определенной ценовой стратегии платформа продвинулась, соответственно, конкурентов мало, и компания очень успешно, эффективно себя позиционирует на рынке. Но по большому счету, когда мы с вами говорили о убыточности до определенной точки времени, о том, как компания выстраивала свою финансовую стратегию, важно понимать, что построение платформы на конкурентном поле в краткосрочную какой-то явной преференции не принесет. Нужно время, чтобы эта история заработала. Ну и по большому счету, конечно, никто не знает, что будет дальше, но каких-то явных оснований говорить о том, что сейчас акции компании очень сильно упадут вниз, нет. Но, ребята, теперь самое главное. Обратите внимание, что еще происходит в мире с точки зрения технологических компаний, цифровых моделей. Риторика, которая сейчас идет по многим странам, и в том числе, ну, Твиттер и Трамп, я думаю, все читают. Обратите внимание, как он писал и то, что происходило раньше, ну, где-то, наверное, года полтора назад. Вот помните историю с компанией Apple, когда там был такой небольшой скандальчик, и была сделана такая вот настоятельная рекомендация или просьба, чтобы ключевой бизнес-компанией перемещался в Америку. Почему? Ну, во-первых, когда вы покупаете акции подобных технологических компаний, вы в том числе покупаете кэш, который находится у них на валюте баланса. И кэша там очень много. Во-вторых, ну, понятно, что это история обшоров, там всего остального, это сейчас не обсуждаем, потому что и времени нет, и не нужно. Но, во-вторых, эти компании, они представляют не просто угрозу для традиционных отраслей, традиционных рынков. Это действительно очень интересная история, потому что сейчас, чем больше компания, и чем больше она доминирует, тем больше она начинает доминировать дальше. То есть это как пылесос, который забирает всех пользователей. Поэтому, продолжая вопрос молодого человека, который он очень классно задал с точки зрения доверия всего остального, тут еще возникает один риск, то, что тут пользователь, он по большому счету в конечном счете может перейти вот в такой вот большой крупный агрегатор, потому что он как пылесос просто собирает. То есть традиционная торговая компания, она уже становится не нужна. При наличии определенных технологий, определенной свободной доступности интернета и, соответственно, всех историй, которые с этим связаны. Ну что же, ребята, сейчас у нас осталось совсем чуть-чуть времени, поэтому мы перейдем к вопросам и ответам. У меня к вам домашнее задание. Как к суперпрофессионалам, экспертам и, грубо говоря, тем, наверное, которые наш будущий кадровый потенциал, в принципе, не только в системе координат Сбербанка, но и в системе координат Российской Федерации. Подумайте, пожалуйста, есть еще одна компания, вы наверняка ее знаете на российском рынке с очень похожим названием. Как она называется? Озон. В каком году она была создана? Нет. Тот же 96-й год. 2002-й — это они уже когда начинают там себя активно проявлять. То есть первая точка входа — это примерно то же время, которое мы говорили про Амазонку. И теперь домашнее задание. Просто для себя. Почитайте, посмотрите, а почему Озон не стала Амазоном, хотя бы на территории Российской Федерации. К очень любопытным и интересным моментом сможете прийти. Ребят, готовы отвечать на вопросы? Добрый день. Меня зовут Даниил, высшая школа экономики, Нижний Новгород. Хотелось бы задать такой вопрос. В ноябре 2018 года Сбербанк совместно с Яндексом открыли свой новый маркетплейс. Он называется Brinkley, если я не ошибаюсь. Да. И хотелось бы узнать, каким образом Сбербанк совместно с Яндексом будут реализовывать опыт Амазона в российских реалиях и какие перспективы у данного проекта. Благодарю вас за вопрос. Ребята, здесь сразу предлагаю сделать следующее. Я потом, когда будем размещать презентацию, могу организаторам передать ссылку на материалы, который находится в публичном доступе, называется День аналитика. Это декабрь 2018 года. И там 40 минут команда Марка Завадского как раз рассказывает об этом кейсе. И это те ребята, которые находятся внутри, стояли у руля сделки, и они детальнейшим образом проведут вас по всем моментам, которые нужны. То есть я просто предлагаю вам посмотреть этот дополнительный видеоконтент, и, соответственно, там будет гораздо больше инсайтов, чем я сейчас очень кратко буду отвечать на вопросы. Благодарю за вопрос, обязательно это сделаю. Коллеги. Здравствуйте. Виляев Григорий. Вопрос вот в чем. Ну вот, как вы сказали, что на протяжении практически 10 лет компания Amazon была убыточная, как и многие компании, которые на старте. в том числе и компания, которую многие сейчас знают Tesla, она тоже является убыточной. Там у нее бывают кварталы, когда бывает небольшая прибыль, но все же. И для инвесторов большой риск вкладываться в такие компании, как мы знаем, когда там у Илона Маска случились определенные проблемы, и когда комиссия по ценным бумагам уже планировала проводить проверку его действий, то акции очень сильно упали. И нет никаких гарантий, что после определенного падения акции не упадут там до нуля или близких к этому значению. Так вот вопрос вот в чем. Как инвестору определить, стоит ли вкладывать какую-то перспективную такую компанию, по вашему мнению именно, или не стоит? Спасибо. Благодарю вас за вопрос. Вы задали такой фундаментальнейший вопрос с точки зрения вообще подхода к инвестициям. Позвольте, я отвечу, постараюсь ответить двумя-тремя предложениями, чтобы не входить вот очень глубоко в эту тему. Вы всегда, как инвестор, покупаете две вещи. Первое — это темпы роста компании, текущие или ожидаемые в будущем, в основном ожидаемые в будущем. То есть вы покупаете так называемый показатель CAGR. И второе — вы платите за… Ну понятно, ребята, мы помнят эту концепцию, чем выше риск, тем… Что с доходностью? Больше, меньше. Верно. То есть чем выше риск, тем выше доходность. Поэтому, когда мы говорим про вторую составляющую вот этого инвестиционного решения, вы в первую очередь стараетесь войти в тот рынок, который обладает сетевыми эффектами и эффектами масштабирования. Поэтому в этом случае у вас то, что касается CAGR и темпов прироста, это будут самые высокие показатели. То, что касается Amazon, это первая часть вашего вопроса. Ну, кризис .com 2000 года, все помним, он хорошо не закончился. То есть там, соответственно, были определенные падения. Будут ли корректировки этого рынка? Наверное, да. И все ожидают. Почему? Ну, в первую очередь, какой основной параметр лежит в основе? Кто мы с вами? Тот самый платежеспособный спрос, который покупает. То есть если у платежеспособного спроса денег много, он начинает покупать много. Если деньги заканчиваются, то как-то мы не особо сильно начинаем покупать, потому что у нас просто банально не за счет чего этого делать. Несмотря на то, что финансовая система может нас активно кредитовать, выдавать дополнительные какие-то ресурсы для реализации наших мечт и желаний всего остального. Но в текущей ситуации, наверное, я бы в первую очередь обращала внимание на крупных игроков и их модели поведения. Почему? Крупному упасть всегда очень тяжело. Вот чем мельче компания, тем больше риск и более высокое падение. Чем крупнее компания, риск падения, он всегда остается, потому что, еще раз, это ключевые показатели. Но они все-таки, если упадут, отряхнутся и пойдут дальше. Все-таки по рынку примеров, когда крупный бизнес уходил в ноль, это единицы. Ну, n-ровым вспоминать не будем, там были манипуляции с финансовой отчетностью в первую очередь. Но это действительно единичные кейсы. Георгий, не уверен, что полностью ответил на ваш вопрос, но если кратко, то так. Благодарю за вопрос. Ребята, еще две минуты. Мне сказали жестко быть в тайминге, поэтому я смотрю на вот эти красные цифры, понимаю, что вы очень требовательны ко времени и стараюсь быть очень жестко в тайминге. Питерская вышка. Благодарю вас. Готовясь к вашему заданию, прочитал комментарий про российскую действительность, что если мы пять лет не получаем прибыль, хотя бы, то налоговая служба нас прикрывает. Как жить в такой институциональной среде, когда Амазон построить невозможно из-за таких показателей? Ребята, я думаю, что это вопрос, наверное, к тем профессионалам, которые со сцены будут готовы дать рецепт и сказать, какие конкретно таблетки помогают достичь нужных показателей, температуры, здоровья с точки зрения витамина, минерального комплекса в организме и так далее. Клянусь, не знаю правильного ответа на вопрос, но я все-таки оптимистка и считаю, что если у нас среда экономическая будет выстраиваться правильно, то все будет нормально. Но позвольте маленькая ремарка. Ну-ка, ребята, провокация. Какой процент фондового рынка в общемировом рынке наш, российский? Верно. Ну не один, ну что же с нас так сразу? Ну чуть побольше, но в любом случае не очень сильно больше двух, то есть где-то в этой вилке. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что все, что касается нашего фондового рынка, ну он действительно очень маленький. Соответственно, если он расти не будет, то все вот эти вот колебания, которые вы видите на рынке, мы к нему будем очень чувствительны, потому что любой крупный игрок приходит, какой-нибудь фонд или какие-нибудь фонды начинают чуть-чуть покупать, и мы тут же либо сильно растем, либо если они продают, очень сильно падаем. Поэтому здесь вопрос, наверное, как наши регуляторы будут работать с этой историей. Но это просто про ценные бумаги, не про малый бизнес. Коллеги, 12.00, передаю слово организаторам, которые жестко меня попросили быть в тайминге. Большое спасибо. У нас еще есть подарки для участников от вас. Пожалуйста, выберите два вопроса, либо комментарии, которые вам понравились. Да, позвольте, я мои годы в General Motors подарю Джеффу, потому что он на себя взял основную нагрузку. Георгий. Здорово. И благодарю команду, которая помогла, когда все остальные немножко растерялись, поэтому они прыгнули выше головы. Коллеги, спасибо. Хорошего дня.